здесь увидела шикарный магазин слушайте антикварные и здесь такие цены обалденные вот посмотрите опять за 4 фунта вот такая настенная настенная арт из металла очень красивое украшение и дальше вот эти вот смотрите подсвечник за фунт шикарный под серебро это девочка за фунт пеликан ой-ой-ой как туда попасть еще один огромный отель the royal вы видите 4 звезды занимает очень большую территорию несколько больших парковок здесь к сожалению сейчас как говорят здесь nobody around никого нет все закрыто коронавирус уже в течение года стоит закрытым этот отель вот я вам показываю это вот огромная корпуса и там территория с садами это все территория этого отеля я продолжаю идти и показывать вам огромный royal отель насколько он мест я не знаю видите как сейчас выглядит здесь это лужайка с красивым таким небольшим местом для отдыха она конечно же закрыта тоже но насколько я знаю государство здесь помогает малому среднему бизнесу устоять такое трудное время устоять и удержаться на плаву поэтому по сравнению с другими странами возможно в англии не так и плохо обстоят дела а сейчас я тут опять спросила дорогу как мне лучше пройти к океану где тут интереснее какой-то спуск мне женщина стала объяснять но и опять же видя мой такой плохой английский и конечно же мой акцент она тут же спросила что я откуда я когда я сказала что я из россии она так тоже отреагировала неоднозначно о вы знаете у них обычно такие восклицания о раша как интересно и я в связи с этим вы знаете вспомнила опять такой был интересный случай однажды мы с моей подругой часто ходили спортивный центр в бытность когда все это было открыто но и после каких-то упражнений в тренажерном зале небольших аэробик мы с ней посещали джакузи и джакузи там мы зависали надолго потому что такая она там была большая на 8 по моему посадочных мест если можно так сказать про джакузи помимо джакузи там была еще парная сауна как у них называется и была еще steam тоже называется так еще один вид парной который действительно только пар очень сильно и много подается пара там ну знаете steam это пар и вот такая вот тоже там была парная мы там конечно очень долго зависали отдыхали и вот я помню однажды мы там познакомились с англичанами двумя мужчинами они как-то стали тут интересоваться что мы где мы кто мы когда мы сказали что мы из россии тоже такой сразу интерес возник много всяких шуток прибалуток по этому поводу но и вы знаете я уж не знаю почему им так захотелось над нами поприкалываться когда мы пошли в очередной раз в парную которая называлась steam там вокруг все было уложено плиткой конечно же но и вдруг в одном углу там в каком-то эта плитка обвалилась ну примерно на два квадратных метра пространства обвалившаяся плитка очень некрасиво все это смотрится но и мы конечно тут с моей подругой говорим что надо же вот плитка обвалилась и никто здесь не хочет ее отремонтировать люди продолжают здесь париться использовать эту сауну но вот такой вот обвалившийся плитка уже давно ну и наверное за дело как-то это англичан и они говорят один из них говорит так конечно же почему плитка то обвалилась самый-то главный вопрос но наверное потому что ее как раз и делали ли русские или поляки и как они стали хохотать и вы знаете как то как то уже нам нам это так не понравилось что уже тут в свою очередь нам было неприятно это слушать и мы так немножко оторопели даже я по крайней мере оторопела думаю ничего себе ничего себе заявки называется да я даже не знала как на это отреагировать было довольно неприятно слышать и даже сказать по правде положа руку на сердце может быть в чем-то они правы представляете какой ужас что о нас думают вот такие вот обычные англичане что если кто что-то где-то поломалась или обвалилась значит это делали русские или поляки еще один крутой спуск я спускаюсь осторожно здесь такие хоть и плоские ступеньки но вы видите даже сами ступеньки под таким сильным уклоном так вот я сейчас спускаюсь и вспомнила мне сестра рассказывала что у них недавно была гололедица очень сильная ну вот я я на минуту с ужасом представила что могло бы быть если бы здесь вдруг такая была гололедица здесь конечно вот на этот вот холм ответе какой он крутой и ужасный здесь было бы конечно не вскарабкаться а я сейчас постепенно спускаюсь на набережную к океану спускаться конечно же несмотря на такие очень крутые здесь спуски не сложно но все равно вы знаете идти довольно долго опять же можно выбрать можно спускаться вот здесь по дороге зигзагами а можно спуститься вот здесь более коротким путем вот по этой лестнице наверное я пойду сюда может быть кто-то знает уже что вчера 4 апреля была католическая пасха здесь обычно ее как-то празднуют все таки если кто-то хочет посмотреть как празднуют пасху в англии католическую то видео вам как обычно пожалуйста посмотрите я об этом уже больше рассказывать не буду единственное что хочу сказать что уже теперь из-за коронавируса никаких украшений ни на одной церкви я не увидела то что было раньше ничего здесь этого теперь нет и еще странно то что погода у нас была плюс 18 как-то всю неделю а именно когда пасха наступила насколько я вот знаю по нашей пасхи по православной всегда очень хороший день солнечный замечательный но здесь оказалось наоборот очень сильно похолодало вот у нас второй день ветер холодный пронизывающий температура упала ровно в два раза сейчас плюс 9 ну и сегодня тоже у нас банк холодный называется понедельник после пасхи выходной день устроили все магазины закрыты и поэтому вокруг опять не мне напомнила вот этот вот это вот неделя она напомнила вербное воскресенье которое у нас предшествует пасхальной неделе вербная неделя как-то так и обычно всегда вербную неделю погода плохая ветреная холодная а потом как-то в пасху уже солнышко и тепло очень сильный ветер на берегу поэтому я поднялась сюда на эту окошечку видите вот сейчас немножечко с вами тут посижу все 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 придумано и сделано для людей друзья я не рискую подходить к самому краю вот этого вот обрыва может быть вам даже и не понятно что там вот эта зеленая травка заканчивается очень крутым обрывом который постоянно обсыпается и продолжает обсыпаться вот этот вот южный берег юго-западный на котором я сейчас нахожусь он наиболее подвержен у ползнем и обвалом и обрывом те кто не видел пожалуйста посмотрите мое видео для вас всплывет наверху странным образом вот этот декабрь и январь два месяца на протяжении которых наибольшее количество обвалов и обрывов случилось вот на этом вот южном склоне острова white об этом говорили много по телевизору по радио писали в газетах и предупреждали всех ни в коем случае не гуляйте ну а пока люди здесь гуляют видите вот еще вот эта тропиночка не обвалилась она за асфальтированная все очень культурненько да все очень чистенько название города вентнер выложено его очень хорошо видно вы знаете с каких-то лодок когда люди совершают морскую прогулку вот эта надпись прекрасно смотрится обратите внимание вот еще один камень посмотрите и написано прогулки с динозаврами здесь как раз окаменелости это настоящие окаменелости это пластик подсвечивается вот это вот такие ракушки все это у нас есть музеи динозавров мы с вами гуляли посмотрите кто еще не видел и почему здесь организован музей динозавров на острове white потому что здесь нашли очень много останков динозавров на острове white так что вот сейчас если я пойду туда видите стрелочками указано вот это направление прогулка с динозаврами летом в нормальные обычные времена когда еще не было никакого к вида здесь туристы приезжали с материка и вообще с других европейских стран которые вооружившись кирками и лопатками ходили здесь подкапывали рассматривали искали какие-то окаменелости и кости динозавров и надо сказать что многие отважные и очень настойчивые даже что-то и находили а вот это я подошла и смотрю не могу понять что такое то ли это сделан такой лабиринт здесь возможно даже лабиринт интересно было бы у кого-то узнать спросить что это обозначает обратите внимание я даже ничего не могу здесь сказать я не знаю я все-таки предполагала что это лабиринт какой-то мой как интересно я вот узнала сейчас об этом лабиринте что вы должны непременно его пройти и если вы пройдете все эти круги он такой все таки сделан немножко улиткой то обязательно сбудется ваше заветное желание ура ура я прошла я прошла его полностью вышла он не представляет труда заблудиться здесь трудно если бы здесь стояли стены возможно было бы труднее пройти ну а так все просто в одну сторону идешь и вот здесь выходишь конечно же этот лабиринт это очередная развлекуха и замануха для туристов но вы знаете туристы с удовольствием ходят по этому лабиринту и получают масса удовольствия на свежем воздухе погулять загадать желание посмеяться пройтись почему бы и нет и еще одна лесенка здесь сделана спуск почти на самом краю спускаешься и прогулка продолжается дальше видите вот сегодня видите здесь над океаном смог стоит небольшой туман хотя волны небольшие хотя небольшой ветерочек бриз такой но туман не рассеивается поэтому сегодня какие-то виды вам грандиозное делать не получится обратите внимание кролик вот там самом конце на травке сейчас я постараюсь к нему подойти поближе у меня спрашивают какие животные здесь водятся у нас на острове из диких животных я могу сказать ой смотрите он опять вышел этот заяц что-то ему там сильно понравилось именно в этом так вот из диких животных кролики дикие это даже не зайцы а кролики были завезены расплодились в огромных количествах также здесь есть барсуки также здесь тоже конечно же дикие рыжие и серые белки здесь также есть лисы ежики это вот из таких мелких что я сейчас могу вспомнить сразу конечно же есть здесь выдры здесь есть нервы здесь есть по моему бобры но это занесенная в красную книгу здесь они очень-очень редко можно встретить но вот кролики как вы видите вон он побежал он уже может быть не очень меня и боится он остановился и ждет видите вы его надеюсь да на самом самом краю кустарника я на этом друзья на сегодня с вами прощаюсь желаю вам всего наилучшего заходите на канал пожалуйста не забывайте подписаться на канал те кто еще не подписан а на этом всего вам доброго берегите себя здоровья всем удачи пока пока